Здравствуйте, федеральная служба судебных приставов. Дверь, пожалуйста, откройте. Спасибо. Застать должников дома задача не из простых, поэтому судебные приставы всегда ходят в гости по утрам. Сегодня их главная цель – найти неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Большинство из должников живут за чертой бедности, кто-то злоупотребляет спиртным. Но есть и такие, кто не платит за ЖКХ из принципиальных соображений. В настоящее время в структурных подразделениях судебных приставов Ивановской области находится свыше 12 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма долга жителей Ивановской области составляет более 150 миллионов рублей. Если говорить в процентном соотношении, я думаю, что это порядка 15-20% от общего количества исполнительных производств, находящихся на исполнении. К этому мужчине приставы приходили уже неоднократно. Он должен тепло с бытовой компанией 44 тысячи рублей. В прошлый раз сотрудники службы изъяли у него музыкальный центр. 10 сентября я получу из вас. Сентябрь – это очень долго, понимаете. У вас пени-то идут. Я понимаю. Управляющая компания нам еще вышлет лист на эти пени. Я все понимаю. У вас будет еще один. 10 сентября будут деньги. Приставы рассказывают, приходится и убеждать, и стыдить должников, чтобы заплатили по квитанциям. В этот раз у мужчины изъяли старенький кинескопный телевизор. Больше взять было нечего. Семья, проживающая по этому адресу, задолжала Газпрому 42 тысячи рублей. Застать дома удалось только ребенка. Удалось выяснить, что родители девочки устроились на работу. Возможно, долг в скором времени будет погашен. Стоит ли на это рассчитывать, приставы планируют выяснить в личной беседе с должниками. Им оставили повестку. Практика показывает, бумаги, оставленные сотрудниками службы, должники зачастую игнорируют. И на место приходится выходить снова и снова. А у вас квартира на двоих, что ли, или на троих? На троих. На троих. Это вот ее комната, да? Да. Говорите, где она? Не знаю, ее уже. Сегодня среда, ее, по-моему, с пятницы я не увидела. А Василий Николаевич? Я тоже его вообще давно не видела. И квартиры-то нет, сгорело, а долг есть. 18 тысяч рублей за газ. Жильцы рассказывают, соседи разъехались. Хозяйка в другой город, ее муж отправился на зону. Именно с него и будут вычитать средства в счет погашения долга. В этой истории хэппи-энд. Женщина была должна водоканалу. Средства на выплату она нашла. У меня сняли эти деньги по карте. У вас отдельный банк подключен? Да. На телефоне у вас смс-то осталось? Ну, я не знаю, надо посмотреть. Просто у меня очень много смс-то было, поэтому... Ну, там на определенную сумму должны были снять. Больше 10 тысяч у меня сняли. Один из самых действенных методов борьбы с должниками – арест имущества. За полгода приставы изъяли предметов быта на сумму в 4,5 миллиона рублей. Направляются копии исполнительных документов по месту работы должников с целью удержания денежных средств из их заработной платы. Также выносятся ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. В частности, с начала 2014 года таких постановлений вынесено более 400 на сумму порядка 14 миллионов рублей. Методы воздействия на должников имеют и представители управляющих компаний. Они отключают ресурсы, за которые накопились серьезные долги.